мы сегодня с вадимом совместное решили сделать видео видео продуктовое давненько мы не делали такое видео это я вечером после работы забежал в пятерочку подкупить что-нибудь грядущим выходным заранее все подорожало ладно а пятерочка все равно остается пока самым дешевым магазином в округе да то есть она дешевле чем перекресток по крайней мере я уж не знаю там с магнитом сравнивать или нет магнит что-то я не хожу особо там мне кажется выбор недостаточно ну ладно бог не итак что мы имеем здесь но бананы я не удержался не только привезли бананы дешевые бананы по 59.95 по 60 рублей за килограмм вот это вот связка чуть больше килограмма ну вот обычные стандартные бананы ничего такого особенного я не знаю кто-то считает что бананы полезны кто считает что вредная я знаю что бананы калорийные я банана особо не ем я ем вместо этого яблоки вот такие но яблоки едят все это я конечно насчет себя преувеличил это яблоки royal gold называется и они идут по моему по 95 рублей за килограмм да по 95 рублей за килограмм вот эти вот яблочки мне нравятся больше там почему-то golden может в этом году урожай какой-то такой но они какие-то зеленоватые мне совершенно не нравится не нравится а вот эти вот яблоки royal gold мне нравится из всех которые были представлены наиболее подходящие да и все остальные вроде тоже кстати яблоки они очищают полусы рта их полезно жевать яблоки полезны да так что у нас тут йогурт да но кстати я сегодня сделала курицу добавлял туда йогурт традиционный очень вкусно получилось рекомендую такой он хорош тем по мне так то что там отсутствует сахар и всякие варенье и все прочее там подобное да потому что я вот не люблю йогурт с вареньем я люблю натуральный йогурт может быть он чуточку немножко жидковат да то есть вот ну идеального никогда не бывает вероника иногда привозит очень хороший йогурт но это возле метро коломенское я бы показал но к сожалению мы его быстро очень съели да ну у нас в районе к сожалению его нет так а вот это вот это распродажные пятерочки так небольшие распродажи то есть этот за 20 рублей с копейками обычная цена там 24 рубля ну так и скидка в 4 рубля это конечно смешно но тем не менее так даже рубль бережет копейку это петелинка петелинка шарики вообще мы любим котлеты петелинские с перцем с сладким перцем но что-то их не было последние наверное две недели может быть сезон перца закончился вообще я заметил что у нас вот на рынке и перца нету вот такого хорошего чтобы да весь перец какой-то мелкий зеленоватый не знаю может в этом году перца не урожает у меня такая гипотеза не знаю а стоят эти шарики петелинские сейчас посмотрим сколько так у нас закрыли мясную лавку и его я не могу купить мой мясо и фарш ну по крайней мере здесь близко это надо идти куда-нибудь ладно эти вот шарики стоит 129 рублей и здесь полкилограмма ну достаточно неплохие я правда не знаю состав филе цыпленка кожа правда цыпленка то есть туда входит и кожа я не знаю 50 на 50 то есть короче говоря котлеты из язычков соловья вот так вот так ну кроме того альтернативные это вот такие вот это мои любимые стрипсы они вкусные за счет того что не хрустящая панировка такая со специями да они вкусные но мы тоже нам нравится хотя вот они близки к какому-то фастфуду я не знаю ну нормально все таки тем не менее нравится и стоит эта штука стрипсы 119 рублей то есть принципе с небольшой оговоркой цена вот этих вот одинаковая да правда здесь 340 грамма 10 500 то есть одинаковая за упаковку цена рекомендует добавлять туда еще сыр как нарисован на рисунке ну добавлять туда уже приготовленная уже стрипсы просто положить сыр это я взял попробовать первый раз увидел все 149 рублей я бы не сказал чтобы уже очень дешево 6 штук и что здесь вот вопрос только насколько много здесь муки не хотелось бы но мы не пробовали еще поэтому я не могу сказать состав написано что входит насколько чего не написано так сыр кусочек я взял вамбер к сожалению пятерочки не очень большой выбор сыров сыров вообще сыр довольно дорогой по моему вот этот вот 150 рублей стоит и здесь наверно грамм 300 на фиг там 2 грамм 300 230 грамм то есть это получается где-то 600 примерно 600 рублей за килограмм там где сыр дорогой он санкциях или нет а он санкциях ну тут непонятно тут не написано кто это изготовитель ну да конечно ленинский район совхоз имени ленина как будто сыр ламбер делает делается московской области в ленинском районе в совхозе имени ленин я сомневаюсь конечно да то есть я думаю что этот опять тот же якобы санкционный сыр он там там просто фасуется уже становится российского производства это моя гипотеза да не претендую на объективность творог домик деревни пять с половиной процентов на попробовать то есть такого я еще не брал но увидел и взял так сколько он стоит 50 рублей упаковка 50 рублей на хлеб черный пойдет да это один десерт вероники чтобы как это понять настроение настроение до десерта тирамису и стоит он 39 на 40 рублей можно считать а как правильно говорить тирамису или тирамису а вот смена вариантов всегда можно на этом ошибиться а это вот это вот мы любим такие вещи это тыквенные семечки и а цена 95 рублей здесь 120 грамм да вообще тыквенные семечки вот это вот можно считать самые дешевые перекрестка не все дороже я считал что это еще но считайте 100 рублей за 120 грамм перекрестки такие семечки стоят примерно 120 рублей да то есть тысячи рублей за килограмм обычные семечки нам не нравится что-то мы черного цвета которые даст но подсолнечник да а тыквенные жареные нам нравится сленка правда от них мусором мусора очень поэтому мы как попугайчики да вот когда мне жили детство волнистые попугайчики то мусора была плотная квартира после этих семечек нужно собирать все очень замечательно там вариантом стоит пылесос да да ну этот еще один такой же портенон а это аленка говорит купи жвачки на я купил вот такую вот и не хочу массаж мышц себе сделать коровы не зря живут постоянно траву такая жевачка сейчас посмотрим и у них губы накаченные хорошо от жвачки но то есть медового жвачки травы где же она а 30 35 рублей так с этим пакетом все осталось вредная кола ну не знаю что-то 5 меня этот потянуло я вижу там распродажи вот это вот сорок мы давно не сорок девять рублей но я этот не удержался но единственное что она диетическая она без сахара вот насколько она но она скажем так менее вредная чем такого которого там вообще не то что что кола очищает серебряные аксессуары сережки кольца от налета нет я бы не стал наверное это надеется скажем так есть она не очищает даже ржавчина лучше лимонную кислоту использовать для этой цены это блинчики с мясом это вот андрюха любит такие вещи у нас на завтрак блинчики с мясом почему у нас блинчики с мясом ну не так дорого 89 рублей 89 рублей такая же покупка так вот это вот нам очень нравится вот этот вот торта птичье молоко производства филип бейкер он очень вкусный когда свежий конечно тот сегодняшнего там 29 число стоит и там тоже была распродажа на него трудно удержаться когда что-нибудь на распродаже сейчас скажу сколько он стоит такой 195 рублей 195 рублей по моему это пол килограмма если я не ошибаюсь это пол килограмма такого тут ну если сравнивать с ценами на торты то сейчас торты стали очень дорогие даже в той же а пятерочки да то есть тортов дешевле чем там 500 с чем-то рублей просто нет максимум тысячу ну да то есть цены колеблются от 500 копейками до почти тысячи купишь торт также по большой цене по высокой да и не угадаешь вкусен он или не вкусен но это не до торт скорее всего это как пирожное на съедает нам торты мы редко едим а это вот пойдет как пирожный так постепенно будет в холодильнике лежать но пока свежий а это я себе купил я люблю такой гель для бретя у каждого конечно свои вкусы но мне нравится именно именно гель а почему гель а именно лореаль ну не знаю я привык гель мне кажется более мягкий но это не сочтите за рекламу но мне нравится это обзор скрытый но есть не единственное что скажу сколько он стоит присланный 219 рублей в пятерочка он 219 не знаю сколько он перекрестки стоит но обычно такие вещи примерно одинаково стоит там и там скрытая реклама вот да и еще что мы взяли это по старой памяти друг распродажа в этом самом пятерочке это вино матеуш португальское оно газированное вино видно там вот пузырики да и стоит она на распродаже 329 рублей что я вам скажу очень хорошо потому что в лиссабоне это вино мы покупали в таком маленьком магазинчике за 5 евро то есть вы можете смотреть то есть цена практически один в один это только потому что распродажа да там там какая-то цифра перечеркнутая но вот распродажная цена равна той же цене которая продается по которой она продается в лиссабоне так что рекомендую кто еще не сходил в пятерочку посмотреть там есть красная и белая белая мне меньше нравится они розовая а розовая белая меньше нравится розовая очень очень неплохое так что очень рекомендую успеть на эту распродажу вот и все как вот не странно довольно много всего на сколько усунуть а все большого 1902 рубля так что вот так вот могу чек продемонстрировать если кто то что в москве как это говорится жизнь не дешево скажем так хотя конечно часть из этих продуктов не является продуктами первой необходимости скажем так то есть можно за счет этого но единственно утешает что в перекрестке все это ну чуть чуть дороже скажем так перекрестки карточка еще нет но карточка дает небольшие бонусы и скидки а пятерочки нет ну да но в принципе я считаю что перекрестки но как примерно по моим оценкам процентов на 10 цена дороже но выбор конечно больше мы тут не избалованы магазинами у нас тут что пятерочка магнит дикси да но пятерочка магнит дикси от одного класса дешевого класса магазины и перекресток все а мелких магазинов у нас можно считать что нет то есть какие которые есть от скорее не магазина лавочки там нужно собежать типа молока купить хлеб и в принципе и все там больше особо нет и консервы вот единственное что там есть один небольшой магазин в котором я творог покупаю там хороший творог да там творог на развес чего нету в этих сетевых магазинах и за творогом конечно кстати ты заметил то что у украине лучше молочка чем москве да заметил ну ладно бог с ним самое главное это интересно это цена на сыр ладно все на этом мы заканчиваем а то еще длинно получается спасибо вам всем за внимание за то что нас послушали не пропустите новых видео подпишитесь до новых встреч всем пока а а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»